Уже более 60 лет Медвежий Цирк покоряет сердца зрителей во всем мире. Еще во времена Советского Союза номера аттракциона Валентина Филатова копировали дрессировщики со всех уголков мира. Однако, получилось у них не все. Многие из трюков, которые делают медведи династии Филатовых, повторить не могут и по сей день. На сегодняшний день с артистами Медвежьего Цирка работает внук легендарного артиста. Молодец, Миша! Это только на выступлениях цирка все кажется легко и просто. Показать номера со столь сложной дрессурой возможно только благодаря постоянной работе артистов, как людей, так и животных. Каждый день активные тренировки. Участвуют в них как взрослые и опытные медведи, так и юные. Работа в цирке для медвежат начинается с детства. Для того, чтобы научить животное даже простым трюкам, требуется года тренировок. Как, наверное, ребенка учить. То есть, в принципе, дрессура очень схожа с детьми. Поэтому есть, конечно, и подсластить надо иногда, и чуть-чуть как бы прикрикнуть, наказать. Бывает, потому что, ну, они как люди, вот совершенно все с разными характерами. Вот все разные. Кто-то любит сгущенку, кто-то сахар, кто-то печенье. Вот приходится под каждую мишку подстраиваться. Как бы, ну, и в этом, наверное, основное удовольствие. Когда ты трюк доделал и выпустил его все-таки в работу, вот тогда ты получаешь как бы истинное удовольствие за эти два-три года, как говорится, мучений каждодневных. В Сочи артисты привезли и новый мотоцикл. Старенькую Яву, которая досталась в наследство от самого Валентина Филатова, заменили на новый японский мотоцикл. Мохнатые водители уже успели его обкатать. Как говорит дрессировщик, новый транспорт медведям понравился. По словам внука Валентина Филатова, медвежий цирк и дальше будет развиваться. Номера, которые уже стали мировой классикой дрессуры, будут разбавляться более современными выступлениями. А поддержка зрителей, собственно, ради которых вся семья Филатовых продолжает традиции, будет и дальше стимулировать артистов на новые уникальные цирковые номера. У нас вот там есть совместный танец. Ну и просто вот два-три представления, люди там прям вставали. Ну это получаешь на самом деле истинное удовольствие, потому что ради этого только ты работаешь, чтобы выйти в манеж и получить аплодисменты, получить вот эту энергию от зрителя. То есть это очень дает большую, не знаю, вообще силу и тягу к этому искусству, потому что, ну много чего, и кризис, да, и все это все равно на всех сказывается. И все равно вот ты выходишь сюда и забываешь про все это. Ну и хотел бы я выразить, конечно, сочинскому зрителю большую благодарность, что они приходят к нам, несмотря на трудные времена. Посетить гастроли цирка Филатовых можно по 5 апреля. Артисты подготовили для зрителей много интересных номеров и море хорошего настроения. Игорь Кырпа, Борис Осин, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.